Привет, наши любимые телезрители! Меня зовут Настя Назаренко, и прямо сейчас вы смотрите стильное, яркое, вкусное шоу для всей семьи «Медиан Старс». Мы подготовили для вас новый выпуск, а это значит, что хорошее настроение в ближайшие полчаса вам точно обеспечено. Поэтому я говорю вам, оставайтесь у экранов своих телевизоров, а мы начинаем! И сразу вопрос к знатокам. Знаете ли вы, что такое биеннале? Я рассказываю. Это художественная выставка, фестиваль или творческий конкурс, который проходит раз в два года. И прямо сейчас в Национальном центре современных искусств проходит детская биеннале, которая впервые собрала на взрослой площадке креативные проекты детей. Предлагаю узнать, что за шедевры современных искусств на ней представлены, и что ждет посетителей. Все самое интересное в нашем сюжете. Всем привет! Меня зовут Наталья Ходоковская. И сегодня мы в месте, где можно творить, сочинять в общем место для творческих людей. А именно, мы в первой детской биеннале. Да, соглашусь, вам может показаться, что это место совсем не для детей. Но мы докажем вам обратное. Так что смотрите внимательнее. Биеннале – это вообще такое, да, не русское слово. Биеннале – это такой международный формат выставок, причем выставок чего угодно, которые проходят раз в два года. То есть есть биеннале архитектурное в Венеции, есть биеннале искусств. Бывают разные биеннале, и вот в данном случае это биеннале детского искусства. Здесь присутствует несколько проектов. Это именно проекты, отражающие некие наработки, инициативы творческие по работе с детьми, с детской аудиторией. Это не сами ребята приносили свои рисунки сюда, например, мы их отбирали. А это уже готовые проекты по результатам какой-то работы. Как я поняла, вы представляете и показываете архитектурные проекты детей. Расскажите, пожалуйста, идею создания таких проектов и самой школы. Это именно архитектурные проекты детей, причем такого разного возраста, от 5 до 15 лет. То есть еще даже те, которые не ходят в школу, и уже те, которые в принципе школу закончат. Тут в этих проектах они фантазируют о своих домах мечты. И еще тут есть проекты о Минске будущего. Какие могут быть многоквартирные дома в Минске будущего? Дети тут придумывают эти дома в форме каких-то лодок, летающих кораблей, где может жить много людей. Ну а идея самой школы пришла к нам в 2016 году. До этого времени проводили занятия с детьми. Я в частном порядке с ними занималась и даже в обычной школе с ними работала. Я подумала, почему бы не открыть, не попробовать открыть такую школу, такие курсы для детей, где бы они могли реализовывать свои и фантазии, и идеи, и развивать навык и речи, и логики, и мышления. И у меня был на тот момент такой партнер по отделу Александр Новиков. Он архитектор. Это проект благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, который находится в Москве. Этот проект под общим названием «Мы, дети космоса» существует уже с 2016 года. Каждый год подводятся итоги этапа годичного, каждый год имеет свои названия. Сегодня мы будем вручать призы победителям четвертого этапа 2020 года. В числе победителей от Республики Беларусь 19 человек. Это очень много, учитывая то, что более трех тысяч участников этого конкурса было, 88 человек признаны победителями, из них вот 19 наших. Но это не только детские проекты, потому что все-таки в нашей Республике дети это до 18 лет считается. И, соответственно, например, здесь же представлена первая персональная выставка молодой художницы Александры Путин. Ей 16 лет. Но вот первая ее персональная выставка будет открыта именно в рамках Биенали сегодня. Могу сказать, в общем, о всех моих работах, что это все большой эксперимент. Я считаю, что эксперименты это очень классно. В каждом моей работе есть что-то оригинальное, где я пыталась поэкспериментировать и вести какие-то новые смешанные техники, попробовать все, что угодно. И каждый раз, когда я начинаю делать свою работу, я не знаю, что получится в конце, как с полароидными фотографиями, на которых я стараюсь специализироваться, так и, в принципе, с фотографиями. Больше всего мне нравится, что я делаю чаще всего, это проникаю в полароидные фотографии. Мне нравится сам процесс вскрывания, заливания туда красок, засыпания чего-либо, как, например, вот на этих милых весюлечках. Я брала картриджи от полароидов, и они как бы сами выполняли работу за меня. Я помещала их в стиральную машину, в микроволновку, в пищевые краски, и исход был вообще непонятен. Непонятно, что получилось, но если посмотреть, получились какие-то интересные картины, тоже так называемые фотографии. Я думаю, что вся моя жизнь заключается в моем творчестве, и надеюсь, что на протяжении всей своей жизни я буду творить, создавать искусство и так далее. И, конечно, планируется, чтобы сейчас так в ближайшее время, назвать точно не могу, но 100% мы с вами еще увидимся. Ну а на этом все. Прекрасный репортаж с первой детской биеннале подходит к концу. С вами была Наталья Ходоковская. Всем пока-пока! А вы верите, что до лета остались считанные дни? И уже самое время запланировать, как вы проведете долгожданных три месяца, чтобы они навсегда остались в вашей памяти? Займитесь планированием уже сегодня, но после того, как посмотрите наш следующий сюжет. Привет всем, кто любит с пользой проводить время. Меня зовут Александра Михайловская, и сегодня мы находимся в настоящей многопрофильной больнице. Не волнуйтесь, с нашей командой все в порядке. Просто проект «Умный Минск» проводит большую медицинскую программу, и сегодня нам предстоит узнать очень много интересного. Давайте приступим! А сегодня я буду изучать травматологию и ортопедию. Давайте приступим! Сейчас мы обрабатываем все, чтобы у пациента не чувствовали болью. Живи, пацан, живи! Врач-биолог, травматолог, стоматолог. Мы вам вроде вкололи хорошо, да? Жить будет? Навряд ли. После такого моего лечения, скорее всего, ногу придется ампутировать. Хорошо, что это манекен. Сейчас мы идем просматривать рентген нашего пострадавшего человека-столового. Тихо, 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 тихо. Живи! Итак, сейчас, скорее всего, мы будем делать гипс нашему молодому пациенту. Субтитры сделал DimaTorzok Так, надо выше резать. Все, теперь мы могучие украши. Мы ее вправили! Ура! Я, кажется, его прибила. Я сказала, будешь жить! Что могу сказать, это то, что больницы действительно огромны. Здесь есть очень много курсов. Травматологи, хирургии и даже стоматологи. Но сразу стать врачом универсального профиля у вас не получится. Поэтому мы прошли один курс, и это травматология. И я теперь почти врач. Ну, а с вами была я, Александра Михайловская. До новых встреч! Всем пока-пока! Буквально через несколько секунд мы с вами познакомимся с юной исполнительницей, которая делает уверенные шаги от маленькой девочки до большой звезды. Зовут нашу героиню Яра Хасан. И я обещаю, что вы не сможете оторвать глаз от интервью с ее участием. Почему? Смотрите и все поймете! Привет, со студиоплей! Меня зовут Энни Минск. И сегодня мы поговорим о детском шоу-бизнесе. Заинтриговала? Тогда пойдем со мной. Сегодня мы пообщаемся с юной исполнительницей Ярой Хасан. Творческое имя просто Яра. Яра-певица. Победительница многочисленных международных фестивалей и конкурсов. Там, где случались чудеса, пели ветры в парусах, танцевали небеса. Это Яра Хасан. Привет. Привет. Яра-победительница многочисленных международных фестивалей и конкурсов. У Яры есть целых два собственных клипа на авторские песни. Я правильно все говорю? Да. Давай ты сама дополнишь что-нибудь о себе, то, что должны знать зрители. Мне 12 лет. Я родилась и живу в Беларуси, в городе Минске. Уже три года я занимаюсь вокалом и профессионально занимаюсь. Вообще, моя мечта — начать писать песни самой. Это очень круто. Давай пройдемся по вопросикам. Как ты поняла то, что ты хочешь петь? И как это было? Это все началось, на самом деле, очень неожиданно и спонтанно. А я уже, наверное, с лет восьми слежу за такими проектами, как «Голос. Дети», «Взрослое Евровидение», «Детское Евровидение». Мне всегда было это очень интересно. И началось все с того, что моя мама отдала моего младшего брата на вокал. Я потом... Мне стало очень интересно, чем они там занимаются. Я пошла на пробное занятие. Мне безумно понравилось. И в скором времени нам посоветовали такую прекрасную студию, как «Студиоплей». И вот с того момента я и занимаюсь вокалом. А ты можешь мне показать какую-нибудь распевку? Вот я прихожу на занятие. И первое, что мы делаем, это... Подожди. Почти. У меня не получается. Я думаю, что если тренироваться... У меня тоже все не с первого раза, конечно же, получается. Думаю, что если тренироваться, обязательно должно получиться. Подожди. Да, это очень легко. Нужно заниматься с преподавателем. Сколько ты занимаешься в «Студиоплей»? В «Студиоплей» я занимаюсь уже три с половиной года. И каких ты достигла успехов? У меня есть уже два клипа на свои авторские песни. Также первое свое гран-при я выиграла в 2018 году на конкурсе «Звездный старт». Также я выиграла гран-при на фестивальном проекте «Звезда Чо» в 2018 году. А совсем недавно у нас проходил конкурс «Коржевани», где мне также удалось получить гран-при. У тебя столько побед, ты большая молодец. Спасибо большое. Стараюсь. Сейчас есть очень много молодых исполнителей, которые не умеют реально петь. И все решают просто автотюн. Как ты к такому относишься? Ну, они набирают миллионы просмотров. Я считаю, что если исполнитель добился того, что его слушают, как ты говоришь, миллионы, это значит то, что чем-то он зацепил слушателя. Это может быть и образ, может быть искренность или же харизма. Но если говорить обо мне, я больше предпочитаю живые выступления. Но чтобы ты смог быть и выступить вживую, тебе нужно очень много и упорно работать. И для этого нужны годы тренировок. Расскажи, пожалуйста, какими качествами должен обладать артист, кроме того, что он должен уметь петь? Самое первое, это, конечно же, у артиста должно быть желание и любовь к тому, что он делает. Это, конечно же, искренность, как я уже сказала раньше. А еще очень большую роль играет образ и то, как подает себя артист. Расскажи, пожалуйста, про свои цели и мечты в профессиональной сфере. В моих ближайших планах попасть на какой-нибудь крупный проект, например, шоу «Голос». Я мечтаю переехать в Америку и продолжать развиваться в этой сфере уже там, на мировом уровне. Кстати, у меня сейчас выходит лирик-видео на мою авторскую песню «Сломаны». А вы обязательно переходите в мой инстаграм и следите за новостями. А почему ты хочешь именно в Америку? Потому что там, во-первых, намного больше возможностей. И вот если посмотреть мой плейлист, там почти каждый исполнитель из Америки. И я бы очень хотела быть в числе самых таких крутых звезд. Я очень хочу, чтобы у тебя все получилось. А теперь расскажи, пожалуйста, про свои клипы. Я смотрела их, и я понимаю, что они точно сняты не в Беларуси. Да, ты все правильно понимаешь. Первый мой клип на песне «Тюдеса» был снят в Сочи, а второй на песне «Послушай» в Испании. Мне кажется, нашим зрителям будет очень интересно узнать, кто работает над созданием клипа. В нашу команду входит режиссер, оператор, стилист, визажист и мой педагог. Кто придумывает идеи? Ну вот смотри, мои родители, конечно же, педагог, я. Мы как бы намечаем. Вот, например, я видела, что клип на мою вторую песню должен сниматься в Испании. Мы все это решили, рассказали все режиссеру, а он уже увидел, конечно же, цельную картинку, увидел то, как я должна выглядеть в кадре, сказал стилистам свои пожелания, там, может быть, по поводу образов, в целом, моего внешнего вида. И вот как-то так это все начало зарождаться. Расскажи поподробнее, как проходит твой съемочный день. Я встаю в 6 утра, ко мне приезжает стилист, визажист. Я одеваюсь в первый образ, меня красят, делают прическу, и мы всей командой едем на первую локацию. Конечно же, локация у нас была не одна. Мы переезжали, по ходу меняли прическу, также образ, макияж, возможно. А дальше уже режиссер говорил, что нам делать. Были ли какие-нибудь форс-мажоры? Да, были. Во время съемок второго моего клипа мы забыли дома платье, в котором я должна была сниматься. Мы это обнаружили, нашли какой-то магазин, купили одежду, и вот по ходу как-то так вот решили эту проблемку. Что самое сложное и что самое интересное во время съемок клипа? Вообще, в целом, для меня сама съемка это уже что-то безумно интересное, и мне всегда это очень нравилось. А самое сложное для меня это, наверное, открыться, раскрепоститься, потому что, когда я вижу камеру, я начинаю зажиматься, и моя задача быть в образе и открыться. Ну, мне кажется, у тебя получается. Яр, спасибо тебе за такую беседу, но перед тем, как сказать нашим зрителям пока, пожелай что-нибудь начинающим артистам. Я желаю, чтобы вы никогда не сдавались, ставили себе цель, добивались ее, и если вы будете стремиться к своей мечте, у вас все обязательно получится. А на этом всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Всем привет! Мы находимся на базе отдыха Красногорка в телевизионном лагере Starway. Меня зовут Стефания. Наташа. И Даниэль. Девчонки, я знаю, что вы читали расписание. Что у нас сейчас будет? Сейчас у нас будет игра Brain Ring. Игра будет напряженной, но я уверена, что она будет очень интересной. Кстати, мы с Даником из команды Синих. А Наташа из Красных. Ну что, в бой? В бой! Хай сегодня был очень крутой день, пятый день. Он был ярким, насыщенным, веселым, познавательным. Сегодня утром у нас началось так, как каждый день. Мы немного собрались, умылись и начали бить девочек. Взяли кастрюлю, ложку и над ухами начали бить по кастрюле. Сегодня ночью в комнате под номером 8 чемодан нагадил рыжий кот. Там, по-моему, Арсений принес кота и посадил его в чемодан. Все это было так. Кот зашел в комнату и сел в чемодан. В итоге потом его подняли и как бы все. Чемодан до сих пор стоит, очень сильно воняет, но мы надеемся, что все будет хорошо. И будем сегодня, наверное, его отмывать этот тоном или чем-то еще. И сегодня для нас педагоги приготовили очень интересное задание. Мы играли во что? Какое-то название. Brain Ring. Мозгобония с перевода с английского на русский. Умственная игра на мозги. Все, давайте начинать. Я приветствую наши команды Junior Stars и Summer Stars на третьем командном испытании. На данный момент команда Junior Stars по результатам предыдущих испытаний вырвалась в победители. Поэтому Summer Stars вам желательно проявить себя в этом конкурсе. Сегодня мы проверим вашу сообразительность, умение слышать и принимать правильные решения. Играем в Brain Ring. У нас будет 4 тура. В каждом туре определенное количество баллов. Разное. На подумать у нас будет ровно 1 минута. Начинаем игру? Да. Тогда поехали. По старой китайской традиции, во время беседы младший должен посмотреть в глаза старшего дважды. Когда? Время пошло. И это правильный ответ. Два балла получает команда Summer Stars. Мы переходим ко второй команде. Слушайте условия. Какая Библия, если он станок изобрел? Как Библию вообще можно изобрести? Нам нужно было отвечать на вопросы, по сути, на которые вообще не нужно было знать людей и все, что там говорится. Там нужно было включать логику. Нам надо было подумать немножко и помыслить. Ну мы пришли такие расслабленные. Мы сначала думали, как, блин, забросим, наверное, не ответим ни на один вопрос. Рассказать при том, что я нервничала, я не надо. Ну конечно. Расскажи, как ты заплакала в конце. Да-да, мы так это вставят, это понятно. Первый тур мы начали выигрывать. Но потом наши противники начали нас быстро догонять. У некоторых начало падать настроение, но мы не сдались. В третьем мы опять начали проигрывать, а в четвертом мы уже наконец-то вырвались вперед. Я очень сильно нервничала, у меня аж слезы покатились. Это было очень страшно, у меня сердце как будто бы остановилось. Все, я готова говорить с результатами. С разбежкой в 6 баллов, в 6 баллов и со счетом 53-59 выигрывает команда Summer Stars. Команда Summer Stars получает банк в размере 590 мультов, а также ящик сладостей от нашего партнера Карамба. Попрошу пожать соперникам руки. Четвертый тур это был просто наш тур, мы должны победить были его. И у нас это получилось. Мы просто рвали всех. Мы просто думали, думали, думали. В итоге мы выиграли. Это первый раз случилось за 3 дня. Сегодня мы наконец-то проиграли. Не знаю, как это звучит, но мы проиграли. Мы держались изо всех сил. Лично я не расстраиваюсь, наоборот, поздравляю красную команду с выигрышем, потому что не все время нам выигрывать, не все время им проигрывать. Классно было, только мы проиграли, я обиделась. Было жалко. Мы боялись очень сильно выиграть только из-за того, из-за реакции Ярика и из-за реакции Тимофея, потому что они говорили, просто если они проигрывают, просто забирают все деньги и все тратят. Даник, тебе вообще какой вопрос больше всего запомнился? Никакой. Самый последний вопрос нам запомнился больше всего про голы забитые. На самом деле это был футболист, а мы подумали сначала про каких-то драконов, но потом Ярик у нас догадался и ответил правильно. Существо, которое имеет тысячу голов в своем ассортименте. Мы такие, чего? Какие тысячи голов? Не может быть. А правильный ответ это был какой-то футболист, который забил тысячу голов. Пеле. 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 Что-то такое. Пеле. Пеле. Я сразу понял, что этот человек пеле, потому что он единственный на земле, кто забивал больше тысячи голов. Тысяча голов? У кого тысячи голов? Ты точно уверен, что он знает? Да. Ну ладно. Это одно слово? Да. Я готова. Как зовут это существо? Как знаем его мы? Пеле? Пеле. Пеле. Футболист такой. Тысячу голов забил он. Да. Пеле. Да ладно. Да. Это правильный ответ. Я верил в себя, и у нас это получилось. Нина говорит, и это правильный ответ. Наши эмоции были просто вау. То есть даже если бы они не ответили на этот вопрос, мы бы выиграли с разрывом всего лишь в один балл. В принципе, я думаю, что мы выигрывать будем вообще. Нас это и спасает то, что мы прикладываем намного больше усилий, чем они. И именно из-за того, что у нас мало сильных людей. Как тебе баскобойня? Нормально. Мы, конечно, проиграли, но да ладно. Вот. А еще, кстати, мы до сих пор не убрались в комнате. Но сегодня мы впервые помыли посуду. Сегодня на занятиях по телемастикству мы обсуждали рекламу. А, точно. Заснять рекламу. А сегодня нам дали задание на тысячу мультирублей, чтобы мы записали рекламу для чипсов. Мы подумали, как нам заснять рекламу. Нам выпали чипсы. Вот мы подумали, а результат вы увидите попозже. У нас очень классно получилось, кстати. Да. Сюжет у нас на листочке лежит в комнате. Мы уже все придумали. Даже каждому подобрали образы. В общем, завтра начнем съемку и монтаж видео. Ну, мы думаем, что за рекламу все-таки мы отержим первое место. Она крутая. Сегодня мы проснулись, пошли на первый этаж, где у нас обычно проходят сборы, и увидели новые листики. Опа. На общей стене, где написаны услуги и как бы цены к этим услугам. Рыбалка, вип Королевская ночь, вилла. Мне рыбалка понравилась. Хочу один раз попробовать в жизни. Ты никогда не был на рыбалке? Нет. Люди, шок-контент, давайте скинемся Данику на рыбалку. Ну, мне очень понравилась посиделка у костра, так же, как и Ярику. И мы решили с командами скинуться и устроить себе Королевскую ночь. Королевская ночь самая просто любимая. Королевская ночь, это когда целую ночь не спят и веселятся, разговаривают, танцуют, поют. То есть то, что делают они, это вообще недопустимо ночью. И мы скопимся, типа там две команды должны скинуть свои деньги, и у нас будет вип Королевская ночь, где нас никто не будет трогать. Да, я вообще возмущена. Я митингую, что ли, или как там это сказать. Королевская ночь за деньги. Где такое слышно? В нашем лагере самая главная фишка. За испытания мы получаем мульты. Вот они. За мульты можно купить всякие услуги. Пойдемте посмотрим, какие. А вот и наш прайс, давайте это посмотрим. Например, рыбалка индивидуальная с инструктором. Семьсот шесть мультирублей. А вот еще одна услуга. Завтрак в постель за сто сорок шесть мультирублей. Это как? А, мы еще хотели на фотосессию. Нам очень понравилась идея с фотосессией. Я придумал свой бизнес. Делать фотографии на заказ. Там есть такая услуга, но она стоит сто девяносто девять рублей. Мультирублей. Мультирублей. К сожалению, это не получилось. Мы вышли из ситуации так. Мы просто будем снимать на телефон. Клиенты были, но они все всплыли. Эрик был. Говорит, завтра давай будешь меня снимать. Мы сначала договорились с Эриком, но Эрик без обид таки дала. Надо было хотя бы деньги вперед давать. Потом отказываться. А 13 августа у нас будет проходить конкурс талантов. И мы уже готовим номер. У нас будет петь Настя, а мы будем на потанцовке. Надеемся, что получится круто. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Подожди, волну надо. Все, больше ничего не покажем. Я жду завтра очень форт Боярд. Я думаю, будет очень интересно. Как нам сказали, что мы будем кататься на Тарзанке в рамках конкурса бесплатно. И я ожидаю тоже очень классного дня. И обязательно хочу сходить покупаться. А самое плохое на озере, это то, что там слепней, водней. Мне очень все равно сильно запомнилось, как обычно, это катание на байдарках. Потому что это реально очень круто. Вы там не перевернулись? Мы перевернулись. Спасибо. Ребятки, уже время подтягивает. Ну, конечно, у нас сейчас обед. Ну, а с вами была я, Стефания. Наташа. И Даниэль. Увидимся в новых выпусках. До встречи. До встречи. На этом очередной выпуск стильного, яркого, вкусного шоу для всей семьи Медиан Старс подходит к концу. Если вам понравился выпуск, то дайте нам знать. Подписывайтесь на нас в Инстаграм, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и рассказывайте про нас своим друзьям. Нам будет приятно. Создавалось сегодня хорошее настроение я, Настя Назаренко. Всем пока, до новых встреч. И помните, ваши дети могут больше. Субтитры подогнал «Симон»!